здравствуйте меня зовут мила и я представляю компанию по холм стейджинг называется орган стейджинг и что же такое холм стейджинг я знаю что многим из россии непонятная концепция потому что в россии больше как-то наверное популярный сам интерьер интерьер дизайн но я бы хотела вам показать что же такое концепция холм стейджинг в америке также я представляю компанию по ремонту и по инвестированию в недвижимость здесь в орландо во флориде и вот мы сегодня будем делать тур вот этого дома который мы недавно закончили и показать вам что же такое концепция флипа в орландо и заодно показать вам что же такое холм стейджинг пойдемте да очень интересно и так значит мы находимся в районе орландо это как бы центральная часть но как бы сама вот это вот эрея здесь больше как бы подходит как мало бюджетным домам и как я уже упомянула что я занимаюсь не только холм стейджингом но мы также еще занимаемся ремонтами поэтому цель по покупке этого дома это было как бы инвестиция то есть мы купили этот дом за 115 тысяч и ремонт обошелся в 40 тысяч долларов и цена по которой мы будем выставлять этот дом на продажу наверное завтра это будет две тысячи десять тысяч по русски разучилась 200 до 210 тысяч итак пойдемте вовнутрь и посмотрим что же мы сделали а навар считайте сами хороший навар когда этот дом был куплен здесь все было по-другому и мы вам покажем до фотографии как бы здесь все было закрыто не было разделена то есть она была закрыта очень дом построен в 1976 году и на тот момент дома именно такого такой планировки обычно всегда закрыты то есть разделяется кухня а где где стоит например стиральная машина отдельно столовая сейчас как бы даже как строится сами дома во флориде они все имеют открытую концепцию да да мне разделяется не столовая гостины не кухня это все в одном пространстве правда как бы и в этом доме все было как бы разделено всегда когда мы покупаем такого рода дома первую очередь мы ломаем все стены которые можно ломать мы всегда открываем пространство потому что это то что продается на сегодняшний день даже новые дома новое строительство во флориде которая строится это обычная концепция открытого пространства никаких стен вот почему опять возникает вопрос что же такое хомстейджинг вот как раз таки хомстейджинг помогает покупателю визуально представить как пространство будет выглядеть то есть например если вы заходите сюда то есть я понимаю что это как бы гостиная столовая и это кухня но обычный покупатель кстати по статистике только 5 процентов покупателей могут визуализировать как пространство будет выглядеть именно с мебелью поэтому вот зародилась такая концепция хомстейджинг то есть это обстановка дома и это как используется как маркетинговый метод наверно да для того чтобы именно вот помочь продать дом и по статистике дома которые стейдж до обставлены мебелью они продаются быстрее то есть например обычно вот в таком доме такого размера да сколько здесь 1200 скольфи то есть когда как бы небольшой дом мы обычно обставляем столовую гостиную всегда кухня то есть обычно аксессуарами всякими очень красиво очками да и конечно же мы пройдем в спальню это главная спальня где обычно спят хозяева сколько здесь спален здесь три гостевых и вот самое главное мастер-бедрум называется и мы ее тоже обставляю с той целью чтобы показать какого размера кровать может поместиться в этом доме то есть например это вот queen size и они уже понимают что например вот все понятно здесь будут лампы стульки кровать и все понятно в этом доме вот эта ванная комната раньше до ремонта была только хаббас то есть была половинчатая была только раковина и туалет не было душа не знаю почему наверно потому что это был старый дом старой планировки почему-то они не хотели делать главные спальни очень странную комнату то есть вот мы добавили сюда душевую и теперь как бы это уже функционированный дом и соответственно это уже не половинчатая а целая ванная это помогает продать дом опять же быстрее красиво и стильно и две спальни обычно мы их не обставляем и причина потому что обычно покупатели как бы особо не переживают по поводу что они будут делать с гостевыми спальнями ну да они должны увидеть как будет увидеть их спальня так что здесь есть еще одна ванная комната для гостей гости пола которая тоже была отремонтирована ну какой туалет интересный все такое в стиль и то что мне нравится именно подборка наших материалов дай вот это черный и белый вариант и здесь добавка дерева как бы наносит какой-то контраст и смягчает наверное вот эту вот черно-белую цветовую гамму и также вот когда мы делаем хомстейджинг обставляем мебелью то же самое добавляем цвета то есть например как в этом в этой обстановке у нас очень много коричневого рыжего много зеленого зелени обычно добавляет живость жизнь да пространству и уют вот то есть как бы основная моя профессия это вот обставлять дома мебелью именно для домов которые будут выставляться на продажу и я бы хотела обязательно сделать еще одно видео где мы пройдем через весь процесс да конечно саму логистику как вообще обставляется дом от и до вот но как бы здесь уже видите уже конечный результат также я занимаюсь интерьер-дизайном и когда мы покупаем такого рода дома и обычно моя задача это подобрать цветовую гамму всякие элементы а стиль скажи как называется стиль вот этот вот конкретно в этом доме это я думаю просто традиционно традиционный здесь ничего такого нет замудренного как бы вот мы например добавили они называются это флорин шалов для того чтобы добавлять обычные кабинеты чтобы немножко разбавить да да мы добавили и вот именно дерево потому что немножко разбавить очень необычно да кстати мне понравилось и недавно стали использовать этот материал например здесь уже идет кварц кварц вот как это называется опять же зависит от того как бы ну по цене по которой мы будем их продавать зависит от того какого рода материала мы будем убирать например да то есть опять же например вот в сейп-лайнсе здесь холодильник дешевошер да плита макроволновая печь это все было куплено как бы более таком дискаунт на магазине скажем так потому что сама цена и сам район этого дома здесь не нужны супер-курпур дорогие планица теперь когда обычно дом продается все планица за не остаются в америке это как бы стандартно вот за исключением что иногда вот мы здесь поставили стиральную машину и сушку не во всех домах сушка и стиральная машина идут с домом иногда те кто продают их забирают к себе обратно это 50 на 50 но мы решили здесь как бы их включить в продажу потому что именно вот сама кухня была именно под этой подстроена потому что нет гаража потому что американских домах мы обычно же имеем стиральные машины в гараже в новых домах сейчас они делают их внутри дома а вот именно стали построить они все в гаражах так как здесь нет гаража нужно было нам строить именно вот сушку и стиральную машину вовнутрь да где-то ее а раньше здесь где-то она вообще предполагалось в принципе также и где-то в этой области должна была быть в общем до этого здесь вообще вот это все было закрыто а и там всегда была своя вот это маленькая понятно ну конечно вы сделали все красиво раздвинуто и как бы был сделан редизайн и перепланировка и как бы получилась более такая функциональная кухня даже еще вот и бар для да даже бар а 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 ты говоришь что этот дом стоит сколько 210 за 210 здесь все дома примерно в эту цену или же есть какие-то более дешевле более дороже дома вообще в этом районе они все как бы по одной цене то есть зависит конечно от ремонта который сделан доме например если дом не имеет ремонта он покупается скажем за 115 как мы например смогли это сделать здесь да вот в этом доме чем больше дом тем соответственно цена будет выше теперь как сама концепция инвестиции инвестиции в недвижимость вот такого рода это называется флиппинг да когда люди как переворачивали дом да и перепродают то есть на что мы смотрим изначальная цена по которой можно купить дом а соответственно когда мы приходим и смотрим на дом мы уже имеем идею сколько это будет стоить а отремонтировать его то есть в нашем случае мы сами имеем как бы ремонтную бригаду и когда мы очень удобно начинаем работать доме уже знаем какой начальный капитал будем вкладывать многие люди не имеют понятия сколько вообще это будет стоить сколько это 40 тысяч 100 тысяч до сколько нужно чтобы отремонтировать дом вот и потом уже следующее будет то что после того как вкладываются деньги в дом вы смотрите по какой цене в этом районе в определенном продаются дома какая у них цена за один квадратный фут да так же наверно как в россии это сравнительно с за квадратный метр да у них тоже какая-то цифра есть своя и потом вы уже смотрите как бы выгодно ли вы купили этот дом после того как вы в него вложились какой процент обычный инвестор и хотят минимум 10 процентов выручку после дом уже флэпт да при этом нужно еще учитывать риэлторовские физ да которые когда дом выставляется на продажу если вы будете использовать риэлтора а соответственно они вас будут брать вас комиссионные обычно во флориде это шесть процентов да иногда 5 в нашем случае так как мы имеем лицензии по недвижимости я ему что мы как бы можем продавать свои дома сами то есть нам не нужно платить риэлторам именно вот их как бы риэлторовские комиссионные все это все учитывается при том когда инвесторы хотят инвестировать в недвижимость то есть как я уже упомянула а мы занимаем мы занимаемся именно инвестициями то есть мы сами как бы инвестируем в риэллама и перепродаем либо иногда инвесторы вас находит вы привлекаете да а вот смотри какой какой срок отдачи например вот они вложили в январе и когда планируется возврат денег а с процентами приблизительно как это бывает да например если вы брать этот дом ушло где-то полтора месяца на ремонт то есть на ремонт на стейс стейджинг занимает один день то есть это как бы не не такая большая цифра после этого как дом выставляется на продажу в хорошем случае дом может продаться на следующий день может через день через два может через неделю может через месяц это никто не гарантирует но когда мы инвестируем в каком-то районе мы обычно смотрим на те дома которые продались и мы смотрим сколько заняло дней да то есть уже как бы имеешь идею какая какая средняя длительность этот дом сидит на маркете вот поэтому как бы то есть на ремонт где-то уходит месяц полтора в зависимости от размера и плюс сколько дом будет сидеть на маркете на продаже вот то есть примерно ну грубо говоря это возможно и через три три месяца может быть четыре да вот так например в этом доме у нас есть инвестор делали 50 на 50 этот человек который нашел нас на инстаграме потому что мы выставляем свою деятельность там и он с нами связался сказал что я нашел нашел этот дом если вы хотите посмотреть и можно сделать партнерство вместе и это как бы очень мне кажется помогает обеим сторонам потому что изначальный капитал как бы ниже и меньше риска наверно теперь вообще как бы если говорить про сам район здесь для инвесторов здесь очень даже не так рискованно потому что если например покупать здесь дом за 115 или например прошлый раз несколько месяцев назад до вируса мы купили дом в этом районе за 75 тысяч всего лишь сейчас уже цена 115 хотя вот размер дома был тот же самый и как бы инвесторам выгодно быть именно здесь потому что это как бы район такой более малобюджетный но не криминальный но не криминальный да просто как бы хочется вложить сюда сделать эту комьюнити что ли более привлекать да потому что район сам по себе хорошее когда смотришь на эти домики такие страшные маленькие то что из них получается на самом деле большая душа на то есть здесь не только как бы финансовая сторона что как бы вы с этого зарабатываете деньги вы даете красивый продукт в качестве дома какой-нибудь семье это на самом деле эмоции когда люди приходят и они видят например другие дома здесь они приходят ваш потому что мы делаем дом открытых дверей когда дом выставляется на продажу и люди которые приходят они как вау они просто в шоке от того насколько вот все как бы очень так органично выглядит и это им кажется как будто это из какого-нибудь шоу например как на hdtv показывают flip of love все вот эти да и люди как бы этим живут и они когда это все видят им конечно очень даже не верится что такое можно сделать да район действительно очень перспективный и от нас мы живем в метро вест от нас это 15 минут всего так что действительно есть да поэтому вот этот район на самом деле очень привлекательным для инвесторов они сейчас все здесь мы на карте тогда покажем где этот район приблизительно находится даже не приблизительно в общем вы вообще такая банда да да у вас все так нормально устроенном мужу риэлтор и вместе у вас компания по отделке дома по ремонту да еще есть стейджинговая компания то есть вы обставляете мебелью да 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 не только что мы как бы занимаемся ремонтом но и дизайном дизайна мы работаем с людьми которые живут в жилых домах они просто хотят отремонтировать кухню или иногда мы делаем просто под ключ весь дом не обязательно что это как бы флип это там где люди например живут и просто хотят жить в красивом пространстве в красивом месте а какой у вас штат сотрудников насколько вы большая компания так но если смотреть по ремонтам наверное где-то человек десять но опять же например такого рода специалисты как по например по трубам по электричеству они не работают на нас не работают с нами то есть если нам нужно вы знаете контакты у них своя лицензия у них своя работа свои сотрудники да поэтому иногда мы как бы делаем по пять по семь проектов это может быть просто ванная целый дом и это все как бы вместе разного формата работа но в основном это все как бы жилой жилые помещения не столько много коммерческого понятна понят может быть коммерчески был всего один или два ремонта основном по жилищному у нас то есть например у вас даже есть специалист который вырезает столешницы да и собирает мебель то есть вы где-то ее заказываете у вас отдельный специалист этим занимается да да то есть где-то еще кварц границы и мрамор прочего это какой-то другой вендор который опять же приходит измеряет они это все устанавливают и как бы это их работа вот поэтому как бы каждый знает свое дело специалистов выкладывает пол например это вот вайна винил винил но в принципе виниловые полы у нас сейчас это так называется что-то типа линолеума до вода не будет промокать водостойкие и выглядит как дерево сейчас да вообще это была плитка под дерево то я считаю что плитка нам очень холодная это теплее гораздо более такое создает более комфортный какой-то стиль в доме и они как бы да они очень такие водостойкие и хотя вот совсем недавно когда мы ремонтировали дома мы в основном использовали ламинат потому что ламинат тоже есть который водоустойки вот сейчас почему-то вот мы решили везде мы кладем вот эти вот винилы и они даже когда строят апартменты сейчас вот этот тренд пошел именно на винил почему потому с карпита перешли да да потому что например если живет кто-то в апартменте и потекла например дешево да если у тебя ламинат его нужно весь открывать а с винилом можно просто отодрать кусок и приклеить ну ну да даже если что-то там потекло и нужны или какой-то то есть вообще как бы они очень такие практичные и и относительно недорогие то есть для такого жилья они соответствуют уровню скажем так да и красивые и практичные да потому что во первых когда мы работаем именно вот с такими проектами до флипы да а нужно учитывать сколько вы будете в него инвестировать потому что вы не хотите инвестировать слишком много потому что вы должны понять какую цену вообще можно его продать поэтому именно все составляется из этого то есть какого рода плавится с какого рода будут полы но вот я бы хотел сказать что правильно пойдем на улицу давайте на улицу тоже очень интересно то есть здесь как бы тоже сам вот формат что светлый цвет до подборка потому что сам дом маленький то есть здесь такая фишка что если его покрасить в темный цвет дом будет визуально смотреться намного меньше чем светлее тон главные дома тем дом будет смотреться больше а потом уже идут акценты например ставни их можно уже покрасить другого цвета сейчас очень в тренде вот добавка дерева сайдинг называется и вот красивый такой вот поп свет на дверь чтобы сразу привлечь внимание да надо до силе пойти с зеленым обычно мы выбираем полетки голубые синие тона мне кажется что в принципе очень получилось как-то немножко так тренде да это маленький карточили что тут и вот надеемся что как бы вчера были сделаны фотографии надеемся что как только он выйдет на продажу просто будет как сразу улетит как горячий пирожок но в следующем видео мы вам скажем когда будем следующее снимать мы вам скажем как долго или недолго он простоял на рынке и за сколько его все-таки купили тоже интересный момент я еще хотела бы вот так немножечко обойти вокруг тоже многие спрашивают им интересно как вот тут вот сбоку все да вот рядом стоит дом в нем не делали ремонта скажем так давно и вот наш до красивым да да то есть вот эта вся земля принадлежит дому до до забора или где-то вроде того да здесь в принципе они хотят они могут отгородить только в этот например у них есть животные собаки то вот как раз загорожено все да вот смотрите какой домик аккуратненький получился да тут есть еще над чем поработать да тут можно хоть бассейн вы вырыть до теоретически до сделать но это уже по желанию клиента да вот посмотрите тут у нас соседи вот есть хорошие неплохие домики есть такие обустроенные в принципе и растительность такая аккуратненькая тоже подстригают не запущено тут все нормально действительно есть перспективы куда расти да и как я сказала это как бы не первый наш дом в этом районе на самом деле вот нам очень нравится именно делать вот такие конфетки и давать людям красивый дом все спасибо большое мы обязательно встретимся в следующем видео где мы больше узнаем про стыль до стейджинговая компания с чем его едят как проходит сам процесс если вам интересно комментируйте хотите знать что так да как он делается как он варится пишите для просмотра пока пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok